Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостным блоком у Марти Киев. И вот некоторые темы выпуска. Число заболевших коронавирусом за сутки в Карачаево-Черкесии достигло рекорда низкого показателя. С помощью нового сервиса поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуги стало возможным поступить в ВУЗ дистанционно. В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль воздушных шаров. И Амаль Агержаноков стал бронзовым призером Кубка России под Хэквондо. Далее об этих и других темах подробнее. В ходе состоявшейся двусторонней встречи главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и председателя правительства Мурата Аргунова обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития региона. Прежде всего это исполнение бюджета республики, формирование его доходной части и выполнение расходных обязательств. Главное, что подчеркнул Аргунов, по всем расходам обязательства выполняются, приоритет отдается социальным расходам, мерам поддержки различных категорий граждан и субъектам бизнеса в новых экономических условиях. Отмечено также, что по реализации мероприятий в рамках нацпроектов оставаний нет. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе смогут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Число заболевших коронавирусом за сутки в Карачаево-Черкесии достигло рекордно низкого показателя, отмечавшегося в регионе в первые дни начала пандемии в позапрошлом году. По словам начальника отдела организации медпомощи взрослому населению регионального Минздрава Беллы Бачаевой, выявлено всего лишь пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Аналогичное число заражений отмечалось 8 апреля 2020 года, то есть в первые дни пандемии больше двух лет назад. Бачаева считает, что республика достигла определенного коллективного иммунитета. Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев принял участие в заседании Совета министров туризма Северокавказского федерального округа, прошедшем в Москве и нацеленном на обсуждение планов по реализации совместной дорожной карты. Этот неформальный коллегиальный орган был сформирован при подписании регионами Северокавказского федерального округа и Адыгеи соглашения о сотрудничестве в сфере устойчивого развития туризма в апреле текущего года в Дагестанском Дербенте. Первым общим проектом стала совместная пресс-конференция, которая прошла в пресс-центре ТАСС и была посвящена открытию большого летнего туристического сезона этого года. Курорт Архэс перешел на летний режим работы. Открылась экологическая тропа романтиков, доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге «Млечный путь». Снова можно взять в прокат велосипеды, готовиться к открытию веревочный парк. Об этом рассказала пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. Мы рады объявить, что Архэс открыл сезон горных походов. Конечно, наш курорт всесезонный, поэтому переход в летний режим – это такое символическое для нас событие. И своеобразной точкой отсчета стало открытие после зимы нашей экотропы, тропы романтиков. Это самый доступный для гостей маршрут. От верхней станции канатной дороги «Млечный путь» можно спуститься на 4 километра вниз по хвойным лесам, через альпийские луга, вернуться к поселку Романтик. Тропа относительно простая, можно гулять всей семьей, с любым уровнем физподготовки. Мы ее рекомендуем обычно для первого дня отдыха, для знакомства с курортом, или в качестве разминки перед походами выше, дальше. Это такой пробник горных походов. Если понравилось, можно смело идти дальше, к Софийским, к Дукинским озерам, к перевалу Федосеева и дальше. Всю экипировку основную можно взять в прокатах курорта, найти проводника. В общем, летние горы Архиза снова зовут. Надо идти. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Черкесске стартовала акция «Одна страна – общая культура». Во Дворце культуры республиканской столицы и электронной библиотеки оборудованы площадки для сбора взрослой детской литературы на русском языке. Комментирует информацию пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Да, возможно, книги не входят в списки жизненно необходимых вещей, но в библиотеках и школах Донбасса наблюдается дефицит русскоязычной литературы. Поэтому так важно вернуть жителям возможность жить, учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. Приглашаем всех желающих принять участие в акции и принести книжные издания в пункты сбора, которые находятся в Черкесске по адресам улица Гутикулова, 2Б на базе Дворца культуры и улица Ставропольская, 40 на базе электронной библиотеки. Можно не просто передать книги, но и вписать на фарза целяван титул, пожелания, приветствия, слова поддержки. Все собранные книги «Единая Россия» доставят в библиотеки Луганской, Донецкой и Народных Республик, а также беженцам, которые находятся в пунктах временного размещения. В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль воздушных шаров. Мероприятие будет организовано региональным минтуризмом в рамках празднования столетия республики. В фестивале примут участие две сотни человек из различных регионов России и более 100 тысяч зрителей. Помимо этого, в юбилейном году также планируют провести чемпионат России по маунтинбайку и гастрономический фестиваль «Праздник Айрана», который традиционно состоится на территории туркомплекса «Медовые водопады». Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина 27 мая в 16.00 приглашает всех желающих стать участниками «Библионочи. Традиции народов Российской Федерации». В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и столетию образования нашей республики. Подробности сообщила заместитель директора библиотеки Ольга Коргинова. Посетители библиотеки в этот вечер ждет интересная разнообразная программа. Это будут традиционные для библиотеки познавательные мероприятия, а во-вторых, разнообразные мастер-классы. Заслуженного художника Карачаева Черкесии, скульптора Аминат Алиевой, хореографа заслуженного артиста Алексея Багаева, студентов отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Даурова, мастер-класс по робототехнике специалиста центра «Байсмартскул». Дети смогут порисовать песком, мастер-класс «Песочное шоу», нетрадиционная техника раскрашивания флага. Кроме того, смогут познакомиться с работами фотохудожника Андрея Николаевича Пинкина «Знакомьтесь, Карачаева Черкесия». Для желающих запечатлеть себя на память в этот вечер будет оформлена фотозона. Мы ждем всех желающих с 4 часов по адресу международная 85. С помощью нового сервиса поступление в ВУЗ онлайн на портале госуслуги стало возможным поступить в ВУЗ дистанционно. Электронные заявления принимают почти 900 высших образовательных учреждений и филиалов на все формы обучения. Чтобы воспользоваться сервисом, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Прием документов в этом году начнется 20 июня. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой презентовали книгу ИСы Али Мамчуева «Багаря на рассвет». Это поэтический сборник, книга воспоминаний воина-интернационалиста о боевом братстве, героизме и храбрости простых советских ребят, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане о горечи потерь, вере и надежде. Детская образцовая студия национального танца «Таулу» получила дипломы первой степени, а танец «Кара Денис» завоевал гран-при конкурса «Кароли танцпола». Международный хореографический конкурс «Кароли танцпола» прошел в Ростове-на-Дону. Наша студия представила четыре танца. Это хореографическая постановка «Эльбрус», танец «Дети гор», дагестанский танец «Рутуль-Аварский» и турецкий народный стилизованный танец «Кара Денис». Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Полицейские собрали груз, состоящий из продуктов питания, лекарств, одежды, игрушек и предметов гигиены. Закупленные товары были расфасованы, упакованы и переданы в пункт приема гуманитарной помощи в Черкесске для дальнейшей отправки нуждающимся. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 июля этого года начинается регистрация хозсубъектов в системе прослеживаемости зерна. Об этом рассказала старший государственный инспектор управления Светлана Зорина. Начиная с 2022 года, продать зерно на территории России, экспортировать или импортировать его будет возможным только после регистрации в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Государственный мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от поля до потребителя. Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности. Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. С 1 июля этого года регистрация в системе добровольная, а уже с 1 сентября предоставление данных станет обязательным. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Амаль Агержаноков стал бронзовым призером Кубка России под хэквондо среди мужчин и женщин весовой категории до 68 килограммов. Состязания проходили во Владивостоке. Данный старт является отборочным на всероссийскую спартакиаду среди мужчин и женщин, который состоится в последней декаде августа в Москве. По результатам Владивостокского кубка и прошлогоднего чемпионата России на всероссийскую спартакиаду также отобрались Маргарита Алиева, Александр Есипов, Амина Хотова и Валерия Комышева. В Краснодаре завершился второй этап летней спартакиады учащихся России, по итогам которого спортсмен из Карачаева-Черкесии Даниил Агамян завоевал четыре медали, в частности серебро в личном многоборе и три золотые медали в таких видах, как вольные упражнения, упражнения на коне и перекладине. В общекомандном зачете республика заняла третье место. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщениям синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25, в горах до 16 градусов. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 24 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова